Сейчас мы находимся на участке в токарно-фрезерном ЧПУ. Именно здесь происходит основная масса производства наших изделий. Именно здесь делаются самые сложные изделия. Получается, что для того, чтобы сделать точно, необходимо иметь хорошее оборудование и квалифицированные кадры. Здесь мы видим, как производится цевьё для автомата АКСУ. Это заготовка, частично сделанная уже. На станке стоит очередная операция, где мы получаем планку Пикатинни снизу. Поэтому планки Пикатинни, которые делаются на нашем предприятии, это настоящая планка Пикатинни. Со всеми размерами, какие положены у неё быть. На данном станке мы видим производство цевья Б-11. Это также цевьё для автомата АКСУ, но только у неё планки Пикатинни справа, слева и снизу. Эта заготовка ещё без кронштейна снизу. Если мы посмотрим на станок, как раз-таки стоит операция, где делается очередная выборка изнутри. Но помимо кронштейнов мы делаем также фонари и лазерные селеуказатели. Здесь на станке сейчас делается крышка для изделия Перс-3. Вы видите её в начальном производстве. А также делаются большие прожекторы, которые устанавливаются уже на автомобиле. В данном случае мы видим корпус фонаря Каспий 2х2, который также делается цельно фрезерованным образом из цельного куска металла. Невозможно обойтись без простых универсальных станков на производстве. Всегда есть небольшие детали, которые необходимо изготовить в штучном экземпляре. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...